Махмуд Али Калиматов накануне встретился с ингушскими офицерами военных и силовых ведомств, несущих службу в различных регионах страны. В числе прочих на встрече обсудили вопрос водоснабжения. Один из участников поинтересовался, что делается для решения этой проблемы в республике. Он сам проживает в селении Плиева, где не первый год проблема с водой стоит остро, особенно в летнее время. Как отметил Махмуд Али Калиматов, система водоснабжения в регионе нуждается в полной модернизации. Власти республики не первый год ведут переговоры с федеральным центром для поэтапной реконструкции всего водохозяйственного комплекса региона и находят в этом вопросе понимание и поддержку у правительства России. Проблемы необходимо решать поэтапно. Так, на сегодняшний день по поручению главы региона были закуплены 10 водовозов для организации подвоза воды. Их планируют поставить в НРК, Плиева и другие селения, где часто жители остаются без воды. У нас такая ситуация, что у нас водой, водоводами никто не занимался. А если занимались, занимались неправильно. Ну, мягко говоря. Дело в том, что мы сегодня водозабор Асиновский проект сделали, экспертизу прошли, 7 миллиардов денег заложили. Сейчас уже говорят, индексация там до 8 миллиардов. Но мы его строить будем 3-4 года минимум. Поэтому мной было принято решение 2,5-3 года назад. Я уже это говорил. Мы купили 14 водовозок. Я это с трибуны Совета Федерации говорил, что у нас такая ситуация. И мы стараемся компенсировать вот Плиева, НРТ, это основная вот такая вот. И то же НРТ даже там, она низменности, потом выше немножко идет, вот вверху не доходит. Поэтому мы сейчас стараемся, вплоть до того, что закупить там 50-кубовые там бочки и ставить их на улицу. Это 40 градусов. Ну попросите, говорю, чтобы в эти мойки хотя бы, ну давай 2-3 недели в машину не помоем. Ну что ж вы прям, вот этой вот воды нет. Второе, в любом случае человек-то должен помидоры, огурцы полить. Мы его не можем запрещать ему это. Ну сознательно можно как-то там что-то делать. Поэтому это беда наша. Я скажу, у нас беда это с водой. Потому что в свое время, ну, знаете, варить на кого-то не хочу. Ну мы делаем ее. Пожалуйста. Водовод 3-4 года, по-честному. Водоводский купили. Сейчас думаем. И еще я предложил вчера прямо на совещании. Я говорю, давайте каждая улица, мы выделим деньги из фонда развития республики, да, небюджетного. Давай пять колодцев нормальных сделай. Я могу, конечно, говорить и отмалчиваться не могу. Ну можно же колодцы сделать. Я вырос, у нас во дворе был колодец. Да? Никаких там не было. Вот здесь, с Липсовским, на Менделеевой. Да? Поэтому, я думаю, надо рационально подходить и с людьми говорить. Ни одну копейку, кроме как затраты на эту воду, мы не делаем. Вот Вознесеновка вот там была, да, там. Вознесеновка ополозневается лучший хамдаш, да, она там нормально работает, а потом сказали, что воды нет. Вот 20 миллионов выделили, чтобы туда воду тащили мы. Поэтому у нас не только там, понимаете? А беда, я вам скажу, очистные. Вот богаси есть у нас, они все на грани сейчас. Новый город, да? Назрали, в караул. Молгобеки, очистные сооружения. Ну, давайте, товарищи, я вам скажу. В 16-м году начали строить и украли. Нету ни денег, ни очистных. Материалы где-то лежат, ходят, я пишу. Я обращаюсь до генерального прокурора. Я вам тесно говорю. Положили трубу, некондицию. Контрафакт. Песком почистили, если соседняя республика поднатащили и положили. У нас есть вода. Мы можем, например, 40 кубов, да, давление идет вода. Мы можем 80 кубов, мы поднимаем 45-50 кубов, труба разлетается. Понимаете? Она некачественная. У нас есть вода, но мы ее можем на пору. Но давление поднимаем, а каждый 50 метров, 20 метров ее отдают. И поэтому тут такая ситуация. Поэтому водой занимаемся. Могу точно сказать, мы водой занимаемся. Ну, одно тебе прошло. Плиева, заявки не дают. Понимаете? Вот юртали, я им говорю. Ну, за день надо заявки дать. Вот у нас специально, чтобы у нас воду эту не туда, куда, вот возили куда нужно, мы их в спецгараж оформили. Понимаете? Я попросил заявку за день. А да, вот на эту улицу надо две ежедневно по пять раз машины. И она будет туда ездить. Поэтому серьезный вопрос. Ну, даю слово, мы этим занимаемся.